Техническое описание кода неисправности OBD-2, цепь управления подогревателем резервуара низкого уровня, низкий, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD-2. С 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Volkswagen, Mercedes-Benz, Dodge, Audi и т.д. Хотя общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии. Сохраненный код P202B означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил недостаточное напряжение в цепи управления для нагревателя бака-восстановителя, каталитическая система отвечает за снижение, в основном, всех выбросов выхлопных газов, хотя в некоторых случаях также используется ловушка для NOX, системы рециркуляции выхлопных газов, EGR, делают еще один шаг в сокращении выбросов NOX. Тем не менее, современные более крупные и более мощные дизельные двигатели не могут соответствовать строгим федеральным, США, нормам выбросов только с использованием EGR, сажевого фильтра, каталитического нейтрализатора и уловителя NOX. Именно по этой причине были изобретены системы селективного каталитического восстановления, СКВ, системы SSR впрыскивают восстановитель или дизельную выхлопную жидкость, DF, выхлоп перед дизельным сажевым фильтром, уловителем NOX, или каталитическим нейтрализатором через клапан впрыска восстановителя, соленоид. Точно рассчитанный впрыск DF повышает температуру фильтрующего элемента и позволяет ему работать более эффективно, это увеличивает долговечность фильтрующих элементов и позволяет выбросить меньше вредных выхлопных газов в атмосферу. Вся система SSR контролируется и контролируется либо PSM, либо автономным контроллером, который взаимодействует с PSM, в любом случае, контроллер контролирует датчики O2, NOX и температуры выхлопных газов, а также другие входы, чтобы определить подходящее время для впрыска DF восстановителя. Точный впрыск DF необходим для поддержания температуры выхлопных газов в пределах приемлемых параметров и оптимизации фильтрации загрязняющих веществ. Нагреватели бака восстановителя используются для предотвращения замерзания дизельной выхлопной жидкости при экстремально низких температурах. Эти нагреватели обычно расположены внутри или вокруг резервуара DF, если PSM обнаруживает уровень напряжения в цепи управления нагревателем бака восстановителя, который ниже минимально допустимого параметра, будет сохранен код P202B и может загореться индикатор неисправности MIL, многократные циклы зажигания, с отказом, могут потребоваться для освещения MIL, какова серьезность этого кода неисправности. Сохраненный код P202B следует считать строгим и адресованным как можно быстрее. Система ССР может быть отключена и из-за этого повреждения катализатора может возникнуть, если условия, которые способствовали сохранению кода, не будут своевременно устранены, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P202B могут включать, снижение эффективности использования топлива, чрезмерный черный дым от выхлопных газов автомобиля, снижение производительности двигателя, другие коды ССР, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода могут быть, неисправный нагревательный элемент бака восстановителя, обрыв или короткое замыкание в блоке управления нагревателем бака восстановителя, плохой контроллер ССР, PSM или ошибка программирования, какие шаги по устранению неполадок P202B. Для диагностики кода P202B потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, о-метр, DVOM и источник диагностической информации о транспортном средстве, вы можете использовать свой источник информации о транспортном средстве для поиска бюллетеня технического обслуживания, TSB, который соответствует году выпуска, марки и модели автомобиля, а также размер двигателя, хранимый код, СС и выставленные симптомы, если вы найдете один, это может дать полезную диагностическую информацию. Используйте сканер, подключенный к диагностическому разъему автомобиля, чтобы извлечь все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра, рекомендуется записать эту информацию перед очисткой кодов, а затем провести тест-драйв автомобиля, пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен, если PSM входит в режим готовности в это время, код прерывается и может быть намного сложнее диагностировать, в этом случае условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться, прежде чем, будет поставлен точный диагноз, если код будет немедленно сброшен, следующий шаг вашей диагностики потребует от вас поиска источника информации о вашем автомобиле для диагностических блок-схем, схем разводки разъемов, видов лицевого разъема и процедур, спецификации тестирования компонентов. Шаг 1. Используйте DVOM для проверки нагревательного элемента бака восстановителя в соответствии с техническими условиями производителя, нагреватели, как правило, имеют разновидность одеяла или булавки, элементы нагревателя, которые не проходят испытания в пределах максимально допустимых параметров, следует рассматривать как дефектные. Шаг 2. Используйте свой источник диагностической информации о транспортном средстве и DVOM для проверки напряжения цепи подогревателя, обычно напряжение аккумулятора, при активированной системе, если текущие условия не позволяют активировать, используйте сканер, чтобы вручную активировать нагреватель. Шаг 3. Если нагреватель бака восстановителя функционирует, используйте DVOM для проверки цепей входного и выходного сигналов от панели предохранителей, PSM и замка зажигания отключите все контроллеры перед использованием DVOM для тестирования, системы подогрева бака с восстановителем используются исключительно в автомобилях с дизельным двигателем и в холодном климате.